вообще я человек который очень ценит дисциплину и чем сильнее дисциплина государстве в том числе тем больше шансов у этого государства развиваться конечно очень многое еще зависит от лидера давайте просто немножко вспомним историю приезжайте куда-нибудь не знаю во францию приезжайте кого они будут прославлять кто у них номер один лидер наполеон а в принципе кто это такой это убийца убийца в том числе своего народа он похоронил вот здесь вот буквально прям рядом с вами в москве до с бородинской панорамы 650 тысяч человек и в основном там были французы там очень много было из разных государства представляете то есть по сути дела а иван грозный кто такой то есть любой сильный царь любой сильный царь сильный царь он делал какие-то волевые решения иногда может быть в тот момент они были не популярны но потом народ начинает его помнить потому что государство становилось сильнее бардак еще нос это у нас короче царь добрый ну может быть я так не нравится некоторым если я так говорю ну наверное но с моей точки зрения нужно было бы быть пожестче ну это не мой уровень обсуждать людей такого уровня скажем так ну если честно оппозиция понятно что она кем спонсируется все это реально понимает все это знают кто спонсирует оппозицию дым деньги раздают ко мне приходили там предлагали какие-то вещи к нашей организации давайте там поучаствовать я знаю как это создается постоянно хотят там так сказать с кем-то поделиться чтобы они-то раскачали эту лодку и и раскачивать снизу ее раскачивает сбоку и раскачивает сверху война будет происходить выживает сильнейший и это нормально не то что я не думаю что когда-нибудь воцарится в ближайшее время полный мир вполне возможно из-за того что трясет мы становимся сильнее и мудрее а кто-то становится слабее или вообще исчезает с карта мира вопрос кто останется и поэтому здесь в такой ситуации нам нужно быть абсолютно дисциплинированным какая наш к позицию чего позиционировать все хорошо все замечательно развиваемся ко мне приходит иногда там я помню там приходит лет десять назад или еще кто-то и говорят через два года все россия рухнет все все будет плохо срочно надо что-то делать и успокойся те мозг промыли понимаешь опять кому-то промыли мозги они походят там с плакатами еще что-то поделают потому что надо как-то деньги эти освоить те которые выбили